Эй, с вами как всегда Арталаски, и в этом видео я собрал более 10 проектов, которые очень интересны, они не могут не зацепить или не смотивировать, и самое главное, все они разрабатываются на Юните. Кстати, если вы хотите научиться создавать игры прям по-взрослому и научиться программировать на Юните, то обязательно зайдите на канал Громану Саякутину. Помимо хороших уроков на ютубе, у него также есть и крутые курсы по программированию, после которых вы можете претендовать на должность юниор-сишар-программиста. Все ссылки на Романа в описании, ну а мы начинаем. Открывает подборку игра, которая еще не обзавелась названием, но уже обзавелась множеством поклонников, и не просто так. Помимо шикарного визуального стиля, геймплей с активным рэгдоллом выглядит просто потрясающе, и даже немного забавно. Уже на этой стадии все довольно зрелищно, и мне прям хочется попробовать в это поиграть самому. Если здесь появится интересный сюжет и линейное прохождение миссий, это будет шикарная игра с большими перспективами. Ссылка на канал автора есть в описании под видео, и там вы найдете еще больше материалов в боевой игре, на которые стоит взглянуть. Взять хорошо отточенную механику и как-то ее дополнить или перевернуть с ног на голову, очень популярная техника по созданию хитовых игр. Не знаю, станет ли эта игра хитом, но в целом выглядит достаточно интересно и свежо. Помните симулятор козла? Еще больше трэш и веселья вы встретите в этом симуляторе голубя, в котором сможете осуществить все свои темные фантазии, делая свои голубиные дела, как бы странно это ни звучало. Возможно, это единственный в мире симулятор голубя, что делает игру действительно уникальной даже для этой подборки. Почти каждый из нас играл в Borderlands. Я, например, и сейчас переброхожу две части, хотя и третья тут на горизонте. Но эта игрушка не менее динамичная и такая же стильная, и как же она мне нравится. Здесь реализованы эффектные механики ближнего боя, искажения, еще и хук добавили. В целом получается классный динамичный шутер уникального стиля. Берайт хом, деа. Твой личный тренер перед следующей пьянкой. И хотя я крайне негативно отношусь к алкоголю, игрушка получается действительно забавной. Платформеры уже достаточно заезженный жанр, и придумать в нем что-то новое не так уж и просто. Однако с этим отлично справилась игра The Pedestrian, и, помимо интересного визуального решения, имеет еще и хорошо проработанные головоломки. Проект однозначно стоит вашего внимания. Вот то. На первый взгляд это обычная пиксельная РПГ с немного необычным ракурсом. Миленько, приятненько, и вроде ничего прям вот такого необычного. Ну, бам! Пошла боевая система. Ну, хорошо, вспомнили героев меча и магии, и... О, а это что-то новенькое. Хм, выходит, боевка не такая уж и пошаговая, а значит, не такая уж и скучная. Да и в целом проработано все на совести, за что я и поместил ее в эту подборку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я расскажу про моих друзей, школу компьютерной графики XYZ. Они запускают новый курс по полному циклу разработки 3D-моделей, на котором вы сможете полностью изучить весь пеплайн ААА-класса. Курс отлично подходит для начинающих и может стать стартовой точкой для входа в геймдев. Преподаватели, практикующие дизайнеры с огромным опытом, которые работали над такими проектами, как Love Death and Robots, Call of Duty Infinity Warfare, Subnautica, World of Tanks, War Thunder, Quake Champions и Близкий К3. После каждого занятия студенту выдается домашка. Каждый студент получает индивидуальный хэтбэк от преподавателя, как в студиях. В финале обучения ты создашь свой проект по тестовому заданию реального заказчика, студий, партнеров. После успешной презентации работы тебя пригласят на собеседование. А студенты XYZ устраиваются даже в Юбисофт, но и помимо него еще во множество других интересных компаний, которые вы сейчас видите на экране. Записывайтесь на курс. При покупке до 25 сентября действует скидка 20%, а по промокоду ARTALASKI24 еще плюс 10%. Жестокость, насилие, улица, юнити. Файтинг песочница с крутыми анимациями, стильным визуалом и хардкорным геймплеем. Назвать эту игру 100% уникальной я не могу, но такие игры очень редки, а в таком качестве вообще единицы. Вы можете следить за разработчиком в его твиттере и найти там еще больше подобных гифок. Worldcraft. Это просто жесть. Наверное из всех проектов этот удивил меня больше всего. Дополненная реальность сама по себе интересная технология, но когда она объединяется с талантливым разработчиком, получаются вот такие интересные игрушки. Эту игру нещадно буду сравнивать с Майнкрафтом, и думаю автор словит хайпа на этом. Хотя сам он похоже не в восторге от таких сравнений. Дата выхода пока неизвестна, но уже есть сайт проекта, который вы можете посетить. Дополненная реальность это конечно здорово, но виртуальную реальность еще никто не отменял, а Unity еще и позволяет делать неплохие проекты для VR. Один из таких проектов – симулятор починки космического корабля в условиях нулевой гравитации, то есть прямо в космосе. Игра находится на стадии прототипа, но уже сейчас выглядит сцепляюще. Добавить бы туда детальные модельки, и это будет отличный VR проект. Мне не удалось найти сайт проекта и его название, но я нашел автора на Reddit, где вы можете следить за обновлениями. Монстерс Белонг Инпрайсон Еще одна отличная игра для виртуальной реальности, выполненная в пиксельном ламповом стиле. Идея задействовать жесты для создания заклинаний не та чтобы прям нонсенс, но действительно приятную реализацию этой механики я встречаю крайне редко, и эта игра – одна из них. Оверборд 18-летний разработчик создал необычный шутер, но опять же для VR. Но тут есть что посмотреть. На первый взгляд ничего необычного, но чем дальше вы проходите, тем больше безумия находите. Акула, летающая на джетпаках в космосе, это конечно весело, но возможность собирать свои пушки тоже радует. Кстати, игра станет доступна в Steam уже завтра. Кавкаг. Пресс-ф, если фанат Metal Gear. Ведь эта игра не просто копирует механику меча, но и привносит маленькую изюминку, добавляя еще больше фана. Автор, кстати, достаточно популярен, но уже побывал в топах на iOS, и прошлая его игра Best Luck была выбрана игрой дня. К слову, разработчик также работает в одиночку, что не может не стать мотивацией для многих других девелоперов. И снова проект для виртуальной реальности. На этот раз симулятор скалолаза. Пока неизвестно, будет ли это настоящий тренажер или просто интерактивное развлечение, но задумка действительно интересная. Trash Sailors. Одна из самых необычных игр, которую я встречал. Визуальный стиль очень напоминает Don't Starve, но все же не прям копирует его. Сам геймплей достаточно интересный. У меня у самого была подобная идея, но пока я думал над деталями, эта девушка сделала игру. И согласитесь, очень даже достойную. Дата выхода назначена на 2020 год. Ну и на этом у меня все. Какой из этих проектов вам понравился больше всего, обязательно напишите об этом в комментариях, тем более, что целых три подписчика, оставивших комментарий под этим видео, получат в подарок одну из моих игр в стиме на выбор. В следующем видео я покажу вам прототип игр, которые еще не обзавелись названиями, но обзавелись крутыми технологиями и цепляющим геймплеем. Подписывайся, чтобы не пропустить. Кстати, друзья, с 3 по 6 октября будет проходить событие под названием Игромир. И пропустить его просто нельзя, особенно если вы из Москвы. А еще там буду я, и я буду очень рад там с вами встретиться. Билеты лучше покупать заранее, например, сейчас, потому что на подобное мероприятие спрос всегда очень большой и билеты разлетаются как пюрешки. Ну и на этом у меня все. Если это видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео со своими друзьями. С вами, как всегда, был Арталаски. Увидимся на Игромире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова